В имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, вот мы только что услышали слово апостола Павла из его послания к евреям, который нам говорит такие слова. Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный к злу, непорочный, отделенный от грешников. И вот как часто нам все-таки думается, что наши духовенства, наши священники, диаконы и так далее, и выше, и выше, и священно начали, вот мы задумаемся, достойны ли они люди. И если сравнивать его с этими словами из апостольского послания, конечно, нет, конечно, недостойны. Вообще-то священник по определению недостойный, об этом он сам говорит, и читает эти молитвы на каждом богослужении, что никто не достоин служить Господу. Но если дальше мы вчитываемся в этих словах апостола Павла, то видим, что дальше он говорит еще более сложные вещи, потому что говорит, что первосвященник должен быть таким, который не имеет нужды ежедневно приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. И тогда нам становится понятно, что действительно никто не может быть достойным, потому что, безусловно, каждый из наших грешных и должен сначала молиться о простении собственных грехов, а потом уже о прощении грехов всех людей. Но апостол Павел, конечно, имеет в виду самого Христа. И дальше он это еще объясняет, что закон поставляет первосвященникам и человеков, имеющих немощи. Это закон он имеет в виду, действительно, Ветхий Завет, то, что было до Христа. А слово клятвенное после закона поставило сына первосвященникам. И тогда мы понимаем, что вот каким бы ни был грешником священник, потому и совершается жертва, потому и совершается жертвопринощение Богу Отцу, что тот, кто приносит, это тот самый, который приносится, как и говорят слова из канона. Вот он есть и жертва, и он есть первосвященник. Он себя приносит в жертву Отцу ради нас. Тогда мы можем быть спокойны, что вот какими бы ни были недостойными священниками, вот эта жертва, она совершается. И вот так же мы слышали слова Господа о том, что Он есть пастырь добрый. Действительно, Он единственный пастырь, единственный священник. И дальше Он говорит, что пастырь добрый – это тот, кто полагает жизни свою за овец своих. Но отсюда можно было бы делать заключение, что вот неважно, достойные или недостойные священники и вот все священнослужители. Но на самом деле это, конечно, неверный вывод. Священник должен быть достойный, должен, по крайней мере, к этому стремиться. И должен стремиться жить непорочной жизнью. Потом, неважно, наверное, какие у него человеческие таланты, есть ли такие таланты или нет. Вот сегодня мы совершаем память святителя Иоанна Златоустова, безусловно, человек, который восхищает во всех отношениях нас, и как святой монах, и как иерарх, и как богослов, и как, скажем так, автор, точнее, составитель божественной литургии, которой мы служим чаще всего, и в том числе и сегодня. Ну и как великий проповедник, вот как раз его главный эпитет Златоуст, это потому, что он был великим проповедником. А вот бывают священники, как я, например, которым очень трудно бывает говорить проповедь, да, очень мучительно, которые говорят плохо, коряво, с акцентом и так далее. Но это второстепенно. Но что важно, это чтобы священник старался действительно жить непорочной жизнью. А это, к сожалению, не всегда получается. И священники крайне нуждаются, все священнослужители крайне нуждаются в наших молитвах. И раз мы говорим именно о священнослужителях, именно о священном начале в том числе, я не могу не напоминать вам, что вот на днях, в пятницу, следующей неделе, 12-го числа, предстоит чрезвычайно важная встреча, встреча святейшего патриарха нашего московского Евсея Руси Кирилла с предстоятелем Римско-католической церкви Папой Франциском. Это очень важная встреча, потому что одна из последних молитв Иисуса Христа к Богу Отцу «Да буду все едино». Вот как раз молитва о единстве всех Его последователей, всех Его учеников, и поэтому всех нас, и всех христиан. Вот эта молитва чрезвычайно важна. И вот все, что сближает, все, что помогает единству церкви, это очень важно, и это наш с вами долг – все делать, и в том числе молиться ради этого единства. Поэтому давайте будем в эти дни усердно молиться, чтобы действительно эта встреча была во славу Божию, и все, чтобы Святой Дух действовал, и чтобы эта встреча полагала начало вот новой страницы, выстроенных взаимоотношений между этими двумя церквами.